Меня зовут Кирилл Рыбасов и я вас приветствую на своем личном подкасте. Подкаст о том, как я зарабатываю, как живу, как живут мои дети, как я их воспитываю, планы на будущее, результаты за неделю и так далее. То есть это, можно так сказать, дневник успехов и в том числе и обычный дневник. И я хочу в этих подкастах рассказывать о том, что у меня получилось за неделю и какие у меня планы на следующую неделю. Так можно сказать, сам себе коуч, сам себе ментор, сам себе обратная связь и так далее. Что получилось, что не получилось. Ну и в том числе и с вами делиться. Понятно, что там стопроцентной искренности и стопроцентной уникальности контента не будет. Конечно, какие-то вещи я рассказывать о своей жизни не буду. Но самые такие интересные, самые яркие моменты, успехи и может быть неудачи я постараюсь в этом подкасте делиться максимально откровенно. Итак, ну первое, что произошло у нас на прошлой неделе. На прошлой неделе у Дани были соревнования. То есть если говорить о воспитании детей, он уже больше года ходит на бокс. А до этого я с ним вместе лапы ему держал. То есть называли Fight Fight Tonight, много дрались и так далее, и так далее, и так далее. В общем, он достаточно уже на сегодняшний момент опытный спортсмен, опытный боксер. И он меня разочаровал на этих соревнованиях. Почему? Потому что достаточно интересно он провел первые два турнира. Потому что там и воля к победе, и рубился, и все зажигал. На третьей он уже понял, начал подозревать, что не обязательно своих друзей месить в мясо. И нам пришлось их там раскачивать, подзадаривать и так далее, и так далее. Они там что-то более-менее начали драться в третьем раунде. А на этих соревнованиях у Дани были два абсолютно незнакомых ему парня, которые его не знали, и его сразу жалеть никто не стал. Он начали его рубить, косить и так далее. Если первые три раунда он что-то еще делал, какие-то сайстепы, что-то проблески интересные были, то в конечном итоге в четвертом раунде его полностью накормили, побили, и он там плакал после боя и так далее. Он его проиграл. Потом смотрели, конечно, записи. Парень, который выиграл четвертый раунд, вообще особо ничего не подсказал. Он просто там под градусом, под наклоном 45 градусов на него восстановился и руками махал. Ну, то есть такой колхозный бокс, но вот этому колхозному боксу Дания очень легко проиграл, просто не делав сайстепы, шаг в сторону, не делал удар в живот, не уходя из угла. Очень легко он проиграл, хотя все техники у него это есть и понимание тоже это есть. То есть первый раунд он еще как-то с этим справлялся, а потом он уже сдался. В итоге там я стрессанул, он стрессанул, потом, наверное, час не мог успокоиться, там плакал и так далее, и так далее. Почему? Потому что в том числе и был такой настрой, что ааа, да пофиг, я тут уже такой боксер, сейчас выскочу, хоп-хоп, все порешаю, это мои четвертые соревнования, все будет легко, ха-ха, хи-хи и так далее. То есть настрой, конечно, очень важен и здесь он проиграл. Но с ним было понятно это еще и заранее, потому что он за несколько дней к соревнованиям и на паркуре себя очень плохо вел, и на последней тренировке себя плохо вел. То есть я предчувствовал, что будет, может быть, такая ситуация, в том числе ему там 10-15 минут с ним разговаривал на повышенных тонах, в машине мы перед домом, что он не слушается и так далее, и так далее, и так далее. Он, конечно, все это пропустил мимо мышей, но жизнь ему, слава богу, показала, что делать, если не серьезно относиться к соревнованиям, ну и вообще к каким-то важным событиям в своей жизни. У Илюхи что нового? У Илюхи новое это то, что он там начал ходить на специальные занятия, всякие там поделочки делает, ну достаточно интересная какая-то движуха, хоть он начал выходить. Он до этого тоже ходил в садик, но там у нас не срослось, и в итоге опять он сделал небольшую паузу, там несколько месяцев, но сейчас вот опять какая-то развлекуха у него такая пошла, и мы называем это Илюша ходит в школу, он счастливый, довольный. Также ходили в театр, в кукольный театр для детей, он длился там 35 минут, и я немножко себе по-другому кукольный театр представлял, что только куклы и все, а тут и актеров было видно, и в общем, ну удивление, можно сказать, оно больше меня удивило, именно сам форма, да, не содержание, а сама форма меня больше удивила, этого кукольного театра. Ну детям не то, чтобы прям совсем понравилось, чтобы они уписывались, потому что он не был, наверное, смешным этот, именно это представление, но театр, все про него это говорят, детский кукольный театр, надо ходить, билетов не купить, и вот мы заранее билеты купили, так настраивались, так настраивались. Ну в итоге, конечно, время провели хорошо, интересно, но не было такого вау, что прям аж ноги у всех подкосились, все были счастливы и довольны, но я думаю, попробуем еще другие представления, может на других будет что-то еще интереснее, или может быть смешнее. По поводу своего здоровья, да, что у меня происходит? Ну опять же, в этом году, в 2023, я килограмм 108, по-моему, весил. Потом пост, не пост, еще какие-то вещи, там более-менее до 105 получилось скинуть, и вот с этих 105, перейдя на интервальное голодание, у меня получилось в итоге дойти до результата 91 килограмм, то есть порядка 15-16 килограмм я скинул именно интервальным голоданием, и мы всего там, может быть, килограмм 17 я скинул в этом году, ну это дофига, то есть если возьмете 17 килограммового арбуза, вы не сможете его очень долго проносить. То же самое и я, да, тяжело вставать, меньше мотивация и так далее и тому подобное, поэтому сейчас чувствую себя гораздо лучше, но что произошло? С 91 килограмма у меня опять вес там вырос до 94, и вот буквально там вчера-позавчера я уже опять, ну почему это произошло? Потому что интервал я сократил, если у меня было раньше 14-18, да, я питался, то сейчас я сделал интервал 12-20, уже больше, вместо двухразового питания, питание размазалось, появились эти перекусы, появились хлебобулочные изделия, то есть углеводы, и плюс немножко появилось даже сладкого периодически, и молоко, да, молоко с кофе, ну молоко хоть и растительное, но то же самое. В итоге, если раньше просто питание с булочками не снижало вес, то сейчас потихонечку вот это все вкупе дало, что вес потихоньку, полегонечку, но начал там по 100 грамм прибавлять и расти. В итоге я сегодня уже, или там вчера уже перестал есть сладкое, пища, булочки еще ел, но опять же, думаю, стараться это делать поменьше, кофе, хочу в ближайшее время вообще от него отказаться, до двух часов дня, то есть с утра просыпаться без кофе, но сейчас, по крайней мере, я перешел на кофе без молока, без растительного молока. Ну и хочу в 18 уже заканчивать питание, то есть два раза поел, и салам алейкум, как говорится. Вот, и уже буквально там за полтора-два дня вес болтануло, и 92,8 начал весить, а в какой-то момент взвесил, все было 94. Вот, то есть хочу в ближайшее время, ну думаю, хотя бы 85 килограммов сделать, и там попробую тормознуться, на этом, ну на 85 повисеть немножко. А если, может быть, пойдет так, до студенческих 79, нет, ну в студенчестве я весил 73 килограмма, ну вот 79, попробую такой вес, было бы тоже, я не помню, какая такая у меня цифра долго держалась, 79 вес. Ну вот до 79, если дойду, в принципе, было бы неплохо. Но 85 это самая ближайшая цель, наверное, до, ну вот до Нового года, ну даже, наверное, раньше, 85, если бы я весил, ну да, до Нового года было бы, было бы неплохо. Там 85 Новый год войти, а 87, там, может быть, после Нового года, после Новогодних праздников выскочить на выходе. Вот, по поводу бизнеса, что у нас по поводу бизнеса? По поводу бизнеса, в несколько направлений, я занимаюсь инвестициями, торгую акциями, фьючерсами, фондами и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все жду, что в ближайшее время произойдет обвал на рынке, и у меня на этом ставка, и я на этом максимально смогу заработать, да. То есть, стратегии я, наверное, пока не буду рассказывать, может быть, если будет интересно, буду тоже мне делиться, Ну, пока вот такие. По поводу бизнеса, второе направление, которым я сейчас развиваюсь, это маркетинг, в том числе маркетинг через видео-хостинги, такие как YouTube, Routube, в том числе Zen и ВКонтакте. То есть, основной акцент, я разбирался, и исследования мои происходили, именно короткие видео, что как, где, какие ограничения. Я, конечно, от того, как я, от моего понимания того, как я заходил летом в этот бизнес, и то, что сейчас у меня есть, это небо и земля. Почему? Потому что я уже, ну, достаточно сильно прокачался в YouTube, и я понял, что и как нужно делать. То есть, нужно делать, так называемые, юморезки, скетчи, да, это самое рабочее, и делать это взрослому человеку, потому что основной акцент у меня был на Дании, и очень много юморезок у нас не получилось, не зашло, потому что были ограничения детского контента. Плюс еще там YouTube налепил на нас, Даня ввел трансляции прямые, прямые трансляции, видим, запрещено, это забанили нас. Ну, короче, там, в общем, у него канал под сильным подозрением, и через одно, через два видео, которые выходят, оно идет с ограничениями. Просто выкладывать видео, которые, да, я могу сделать видео, и которые там на пять тысяч просмотров, там, может быть, и на десять тысяч просмотров разово, но дальше этот контент не генерит. А моя основная задача, чтобы я выпустил такое видео, которое в конечном итоге постоянно, когда я сплю, ем, хожу, оно постоянно, постоянно привлекает мне трафик. В отличие от того, что я буду заливать видео, которое там десять тысяч просмотров давало бы, я бы этому был доволен. Нет, я хочу, чтобы оно там постоянно, это трафик шоу. Но, какой еще момент? Шорсы, они достаточно мало такие эффективные с точки зрения взаимодействия с клиентами, лайки, комментарии и прочее. Потому что основная задача не просто там видео показать, да, а в конечном итоге превратить это все в живого клиента. И, конечно же, если разово что-то запускать такое, то нужно, чтобы одно видео давало там сто, двести тысяч просмотров. Может быть, не сразу, может, в течение там полгода, но вот это было бы эффективно. Неэффективно создавать скетч или юмореску там на десять тысяч просмотров. Это слишком мало. Ну, в общем, понимание есть. Осталось только разобраться, как мы это будем делать. Потому что, если я буду делать скетчи сам, то в конечном итоге мне нужно будет это развивать на своем канале. И здесь все понятно, да. Надо просто решить, как, когда и начинать это уже делать. Идея пойдет и так далее. Если развивать Данин канал, то тут проблемы. То есть, надо тогда, опять же, продолжать тестировать. Будут ли заходить скетчи, когда и я, и Даня вместе. Да, то есть, мы в кадре вдвоем. То есть, если такая штука будет заходить, тогда вот так мы и будем развивать. А если и такая не будет заходить, ну, надо будет десять раз подумать, нужно ли нам вообще эти скетчи здания развивать. Хотелось бы очень, чтобы Данин и канал рос и так далее, так далее. Но, опять же, чтобы не получилось так, что его канал полностью превращается в мой канал. То есть, я и на своем канале скетчи делаю, и на его скетчи делаю и так далее. Опять же, что интересно, несколько видео зашло у него, обзор его игр, то есть он играл, даже ничего там не комментировал, у него микрофон на одном из пультов поломанный, в итоге просто тупо видео там час идет без звука, и эти видео тоже люди просматривают, потому что появились на канале подписчики, видимо подписчики начинают смотреть, и так далее, и так далее, или еще там трафик привлекается, но в общем такие видео, не шорцы, эти видео тоже начали у него заходить, у него некоторые обзоры, там дают по 200, по 300 просмотров, это тоже капля в море, но тем не менее приятно, если раньше мы это выкладывали, и у этого было 1-3 просмотра, то сейчас у кого-то было и 30 просмотров, у кого-то было и 200 просмотров, у кого-то было и по 1000 просмотров, да, таких роликов. Сейчас будет ближайший на этой неделе, через какой на этой неделе, через день уже выходит Spider-Man 2, я думаю, обзоры, которые мы запилим на этот Spider-Man 2, они могут выстрелить. В общем, будем сейчас тестировать. Так, да, то есть, Рутюб, на Рутюб я целое видео записал там на, по-моему, 15 минут, это уже третье видео по теме, да, я нашел нишу там, как можно, какие видео выкладывать, чтобы получать там 50-100-200 видео просмотров, это копейки, капля в море, но это уже не совсем пук в лужу, да, то есть, это не вообще ноль, это уже что-то начало получаться. Если дальше продолжать тестировать, находите моменты, то, может быть, получится что-то интересное. То есть, продолжаем двигаться в этом направлении, уже сейчас, в ближайшее время, надо будет подавать документы на монетизацию. У меня и задача отправить документы на подключение монетизации Рутюб. Там муторно, нам нужны ИП, документы, все, что там актуальное, фоточки, ну, то есть, там надо посидеть 30 минут, сконцентрировано, может быть, даже и час, для того, чтобы документы вытащить, найти, и все это отправить. Но, думаю, что в ближайшее время, сегодня, завтра, этим вопросом займусь. Вот, что еще? У нас также есть проект развития, развитие проект, тестируем продажи недвижимости на Бали, с помощью шортсов, в принципе, там, небольшие успехи, небольшие идеи, которые мы внедряем, начали получаться. Но пока из-за того, что я вообще с шортсами меньше стал сейчас выпускать и заниматься, потому что больше налегаю на Рутюб, а шортсы на Рутюб уже стали, ну, там, тестовый период прошел, и смысла бесконечно выкладывать там видосы, и уже нет, даже Ютьюб там начал нервничать, пишет мне сообщение, ой-ой-ой, надо выкладывать больше видео, все пропало, как же так, было так все хорошо, и так далее, и так далее. Но что их выкладывать, когда они особого такого смысла, кроме набора подписчиков, не дают, а видео, которые дадут много разово подписчиков и много просмотров, они банятся, потому что им не нравится детский контент. Да, то есть тут нужно немножко переформатировать и уже колбасить и плющить теми шортсами и теми юмористскими, которые точно будут заходить. Что у нас еще? Да, также проект сейчас продвигаем Алексею Выголка, то есть у него там стихи, кикбоксинг, бокс и так далее, и так далее, вот эти вещи будем смотреть, развивать. Ну, периодически закидываем, тестируем видео для первого боксерского клуба, традиционно. И, ну и все, да, и, соответственно, вот в этом мы тестируем. По поводу личной эффективности, что сейчас завел так называемую, такую приграмульненку, это центр управления, не я, здесь вот так этот работает, например, я какую-то тему пишу, готовлюсь к этому вебинару или еще что-нибудь, там финансы семьи, я думаю, что здесь будет много разных хэштегов, и если ты нажимаешь, допустим, вот на марафон видео 1, то оно тебе на это перекидывает. То есть такой центр управления сделаю, да, потому что нужную иногда, иногда нужную вкладочку очень тяжело найти. Попробую поработать с целями, с задачами именно во вкладках-заметках. Но, опять же, это интегрируется с помощью ссылки и с Todoist, то есть программы для постановки цели, но пока она перекидывает меня не в само приложение, а перекидывает меня на сайт, ну вот мы нажимаем, и он на сайт начинает грузиться, а это не совсем то, что хотелось бы. Хотелось бы, чтобы она перекидывала меня на нужное место. Так, возвращаемся в наше видео. Ну, то есть у нас план какой? Это вот на следующую неделю. Это отправить на мотивацию, научиться добавлять ссылки на задачи в Todoist, может быть, в приложении, давайте напишем, если такое вообще возможно. Приложение. По поводу мелкого, мелких. Ну, тут рутина. Давайте, Даня. Даня, рутина это продолжать, он будет ходить к логопеду, логопед, математика, математика, бокс и паркур. И еще у него IT какая-то, IT новая, то есть IT программирование, что там, давайте напишем программирование. То есть вот эти направления, направления, связанные с тем, что мы с ним записываем шорсы, ну, наверное, наверное, не будет. Илюха, 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 мы с ним несколько раз погуляем, погуляем, видосиков позаписываем, видосы с машинками, с машинками для Рутюба тоже хорошо заходит. И так далее, и так далее. Так, по поводу бизнеса. Ну, я надеюсь, что на этой неделе два видео залью по недвижимости на Болин. Что еще? Давайте 2-3 видео Алексею Выбилка. Одну юморезку запишу для своего канала. И одну юморезку сделаем тестовую для канала Данилы. Где мы вместе будем делать, чтобы вместе мы фигурируем. Ну, вот такие наброски по целям. Да, ну, давайте я еще Telegram, Telegram позвонить и уточнить по поводу рекламы. Да, вот этот еще Telegram Ads. Все, хочу до него добраться, никак не получается. Telegram Ads. Все. Она, нет, я еще, наверное, думал по университету мам. Университет мам. Попробуем, чтобы там было перетащить, перетащить с Инстаграма еще там 100-150 подписчиков. Давайте я, наверное, поставлю еще один, еще один видео шортс для университета мам. Вот такое мы еще сделаем. Все. Давайте этот тестовый первый урок мы завершаем. А там дальше посмотрим, как пойдет. Надеюсь, все будет нормально. И мы определимся с точными. Давайте вот так определиться с датой выхода следующих подкастов. Точно они должны быть, минимум они должны быть, минимум один раз в неделю. Ну и все. И, конечно, желательно из таких долгосрочных целей, долгосрочных целей, это, конечно, там 300 подписчиков канала Телеграм Рыбасов. В ближайшее время надо добить до 100 подписчиков. Так что, если вы еще не подписаны, подписывайтесь на мой Телеграм-канал по запросу Рыбасов. Вы можете его найти. Там много интересных приколдесов будет не только вот в таком формате, в формате видео. Там будет и текст, и фоточки, и принтскрины, и так далее, и так далее, и так далее. Все, друзья. Всем счастливо. Ставьте лайки. Пишите ваши вопросы. Может быть, какие-то комментарии. Пока.